Каждый из нас заходил на гэмконстракт, спавнил серый шарик и только хотел его съесть, как вдруг улавливал на себе холодный взор. Но когда вы оборачиваетесь, никого нет. Это явление называется наблюдатель. Чувство, знакомое всем. Из всех моих знакомых ни у кого такого чувства не было, что интересно. И сегодня мы разберемся, кто смотрит за нами в одиночной игре. Страшно? Нет. На самом деле явление достаточно интересное, и до меня его подробно разобрал вот этот классный челик. Но мы должны разобраться в самом явлении наблюдателя. Забавно, что у наблюдателя нет ни истории, ни способа призыва. Есть только несколько видео и сам факт наличия. Насколько я понял, наблюдатель это черный силуэт, который следит за нами. Но как только мы его замечаем, он исчезает. Да ты чё? Где ты? Где ты? Итак, я сразу выложу все карты на стол. Но наблюдателя не существует. Да, даже если очень постараться. Но его не существует в том виде, о котором говорилось ранее. Есть другая форма. Это сам факт наблюдения. Ощущение, что за тобой кто-то смотрит. Но почему тогда у людей возникает это чувство? А вот это уже куда интересней. На это указывает множество факторов. Ambient Half-Life 2. Ambient этой игры максимально тревожный. Хотя изначально таким не кажется. Ну, просто послушайте. Это нагоняет Джуди. Отголоски игр Valve. Вообще, почти все игры Valve навеивают тревогу. Да, звучит бредово, но... Мертвые локации в Blood for Dead. Полностью пустые камеры в Портал. А еще знаю историю, что здесь всех убили. Постоянное преследование в Half-Life. Ну, а Дота это вообще страшная игра. Потому что я больше, больше, больше... Да и в Half-Life был G-Man, который постоянно следил за игроком. Доктор Фримен. Пустота. Все карты в Гаррис Мод пустые. И даже наличие NPC не скрашивает ситуацию. Потому что ты чувствуешь, что они просто болванчики. В жизни мы редко оказываемся на улице одни. Но когда это происходит, то сразу возникает чувство тревоги. Это реакция мозга на стрессовую ситуацию. Скиппы-два, мда-ра! Сама структура гейм-констракта странная. Небольшая местность посреди холмов. Одинокие дома. Игровая часть, огражденная стеной, из которой нет выхода. Неизвестная темная комната. Белая комната. Пустые здания, в которых нет входа. Порт, не ведущий никуда. И так далее. Прошу, помогисти мне! Инстинкт. Тут все просто. У нас у всех есть инстинкт, который достался нам от пред... Ладно, вам это реально интересно. Вы же зашли сюда поржать, так что... Есть такая поговорка. У страха нет глаз... Ой, в смысле... У велика нет стра... Страх, глаз, велики, вели... Короче, вы поняли. Так вот, подводя все вышесказанное, мы приходим к выду. Что все это наше воображение. Все мы в глубине души хотели бы, чтобы мясной, тени в воде и наблюдатель казались правдой. Но, увы, это вымысел. Серия роликов про крипипасты подошла к концу, но оставила после себя вопрос. Так наблюдают ли за нами в одиночной игре? Нет, не наблюдают. Но это только на ГМ Констракт. А у нас еще куча пользовательских карт, которые с виду обычные, но на самом деле... Они что-то скрывают. Хотите такой ролик? Тогда подписывайтесь и ждите этот ролик. Он будет. Ну а в прошлом ролике я обещал рассказать вам годную крипипасту по Гаррис моду. Так что... Покупаешь унитаз, делаешь свои дела.